В этом году выходили Человек-муравей 3, Стражи Галактики, Миссия Невыполнима и Опен Геймер, но рекорд по кассовым сборам за первый уикенд, несмотря на громкие имена соперников, установила Барби. Магия Райана Гослинга, удачная рекламная кампания, многослойная постирония самого фильма. В ближайшие пару минут мы поговорим, как о том, что дала Барби такой успех, так и о том, заслуженно ли или же нет. Ваши комментарии, разумеется, приветствуются. Начнем из того, что средняя оценка Барби на IMDb 7,6 балла, на кинопоиске 7,5, а на Rotten Tomatoes 90%. По итогам первых выходных в копилке фильма 337 миллионов долларов, и вопрос о том, хороший ли Барби фильм или же нет, в принципе не стоит. Конечно же, хороший. И даже если лично вам он не понравился, не стоит обвинять других в несовпадении вкусов. Не будем этим заниматься, и мы сейчас поговорим о деталях и конкретно наполнении Барби. Вряд ли Хью Джекман вернулся к роли Росомахи на один фильм. Похоже, что он надел когти надолго. А значит, для Тарана Эджертона, Дакры Монтгомери, Дэна Рэдклиффа и других потенциальных сменщиков плохие новости. Впрочем, как минимум, Рэдклифф не особо расстроится. Он со Стивом Бушами вот уже три сезона неплохо развлекается в суперпопулярном сериале «Чудотворцы». Хотя, подождите, уже не три, а четыре? На кинопоиске вышел новый сезон, который, как и все прошлые, получил высочайшие оценки от зрителей. Комедийный сериал «Онтология» каждый сезон рассказывает новую историю, но с теми же актерами. В первом Рэдклифф работал в небесной канцелярии и предотвращал смерть Земли, доказывая, что с человечеством еще не все потеряно. Во втором боролся с социальной несправедливостью в средневековье. Третий рассказывал о Диком Западе, ну а новый четвертый сезон идет прямо сейчас, и действие происходит в постапокалипсисе, в конце времен. Его можно посмотреть на кинопоиске в отличном качестве, как в дубляже «Кураж Бомбей», так и в оригинале на английском, что мы горячо и советуем сделать прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании. А если хотите обзор на сериал, не забывайте отметиться в комментариях для начала о рекламе. Если ввести в Google имя режиссера Греты Гервик, поисковик покрасится в розовый. Airbnb, Crocs, Panda и еще как минимум 103 бренда принимали участие в промо-акции фильма на коммерческой основе. Рекламная компания Барби стала одной из лучших в истории, и о ее бюджете лучше даже не задумываться. Правда, также не стоит и заявлять, что WB забросали всех деньгами, обеспечив огромную кассу. Просто потому, что буквально пару месяцев назад все те же братья-ворнеры залили 100 миллионов в рекламу Флэша, и что из этого вышло, вы прекрасно помните. На деле рекламная компания Барби была очень тонкой и осознанной. Джош Голдстин, президент по маркетингу WB, заявил, что с первого дня съемок прохожим специально позволяли снимать видео с площадки. Но только в нужных сценах и с нужных ракурсов. В итоге в сети появились пиратские кадры, где Марго Робби шлепают по мягкому месту, и кадры с мемным Райаном Гослингом. Тактика контролируемого слива сработала, люди начали делать мемы и следить за событиями вокруг фильма. WB, к слову, первой признала, что использовала в рекламе управляемые сливы. Чуть ранее, во время рекламы «Нет пути домой», в сети тоже появлялись якобы слитые кадры с Эндрю Гарфилдом, но Sony в намеренном разжигании интереса публики с помощью сливов так и не призналась. Теперь можно официально констатировать, что подобную тактику на вооружение в Голливуде приняли. Голдстин не уточнил, принимали ли в создании виральных мемов участие засланные казачки. Зато точно известно, что кроссоверы с черепашками «Ниндзя», кастомные кроксы, фильтры для соцсетей и другие подтвержденные рекламные контракты обошлись в Warner Bros. как минимум в 70 миллионов долларов. Общий рекламный бюджет наверняка перевалил за 150, но главное, что сработал каждый цент успех фильма, был предрешен еще до его выхода. Можно ли следом сказать, что реклама раздула Барби так, что провал в принципе был невозможен? И зрительница, пришедшая на сеанс в розовом платье, физически не могла сказать, что фильм ей не понравился из-за того, что Барби в трендах всех соцсетей. Вряд ли, ведь лишь одного юмора Райана Гослинга и обаяния Марго Робби для фильма такого калибра достаточно, чтобы никто из кино не вышел разочарованным. Да и примеров, когда даже самые удачные промо-акции оборачивались провалом у зрителей тоже много. Зак Снайдер не даст соврать, но кое-какие основания немного пожурить WB за такие выкрутасы все же имеются. Ведь вряд ли целевая аудитория Барби, состоящая из подростков, ждала от фильмов поднятия тяжелых экзистенциальных вопросов. И еще более вряд ли целевая аудитория ответы, данные режиссером, в принципе поняла. Грета Гервик предупреждала, что ее Барби будет не просто мемной комедией, а фильмом калибра шоу Трумэна, который заставит задуматься о временами и всплакнуть. Плюс-минус такой Барби и вышла. Половина картины это веселая, а временами и абсурдная комедия. Райан Гослинг в таком жанре, как рыба в воде. Поэтому вопросов к комедии абсолютный минимум. Есть в Барби однослойные, двухслойные и даже разрывные шутки. Марго Робби в комедии чуть слабее, но от нее этого и не требовалось. Тем более, что примерно после первой трети Барби комедия по факту и заканчивается. Она, конечно, поддерживается шуточками и нелепыми ситуациями, которые продолжают сквозить до самого конца. Но глобально сценарий почти сразу после начала фильма уводит Барби в серьезное русло. И вот здесь как ни крути вышло у Греты Гервик, ну так себе. Многие на этом моменте подумали, что сейчас речь пойдет о феминизме, патриархате и прочих бинго-толерантности, из которых фильм состоит целиком и полностью. Но на деле мы не об этом. Хрен с ними с теми плохими мужиками, которые, как всегда, злодеи. Сам фильм, если досмотреть его до конца, позже приведет и обратную сторону медали, тем самым сбалансировав происходящее. Но в том, собственно, и проблема. Барби со странным пафосом пытается затронуть фундаментальные проблемы. Патриархат, матриархат, фашизм, сексизм. Быть или не быть, в фильме прошлись по буквально всем экзистенциальным вопросам. Но в итоге посыл Греты Гервик сводится к спам-рекламе из телеграм-каналов по личностному успеху. Ну ты это, короче, ну выходи из зоны комфорта, ну будь собой, и все окей будет. Мы не говорим, что это плохо, и снова напоминаем, что публике в принципе понравилось, а значит задумка режиссера сработала. Мы это к тому, что в один ряд к шоу Трумана и прочим подобным проектам Барби встанет очень вряд ли. Там настройки баланса юмор-серьезность стояли где-то от 30 на 70. В Барби они 50 на 50. И с увеличением количества комедии в сюжете какой-то глубинный смысл напрочь потерялся. Если фишкой фильма Грета Гервик хотела сделать именно серьезный посыл обществу, то вышло как-то сумбурно и странно. Потому что заканчивается Барби буквально ничем, а климакс фильма «Разговор со старушкой», которая буквально слово в слово цитирует шарлатанов-бизнес-тренеров. К счастью, позиционировалась картина все же как обычная комедия. И здесь вопросов вообще никаких. Грета Гервик вдохнула новую жизнь в, казалось бы, давным-давно погибший жанр абсурдного юмора. Что согреет сердце всем фанатам Лесли Нильсона и тем, кто все еще ждет «Славных парней 2» с Райаном Гослингом и Расселом Кру. Вряд ли, конечно, Гослингу за Барби дадут номинацию на Оскар, но то, что к Гене Букину в «Пантеоне богов» мема «Без баб» прибавится еще один персонаж, сомнению не подлежит. Отсылок на другие фильмы, вселенные и продукты в Барби тоже полно. В основном по понятным причинам речь обо всех игрушках, которые выпускает или выпускала Маттел, а также о фильмах WB. «Крестный отец», «Рассказ служанки», «Скуби-Ду» и уже упомянутый Снайдер получают свою минуту славы. Снайдер, правда, скорее негативную, ибо его вселенная упоминается в маскулинном контексте, от которого надо избавиться. Правда, Зак все равно будет рад, ведь есть в фильме и по-настоящему библейская отсылка на Адама и Еву в его стиле. Вступительная сцена Барби, которую уже выкладывали в интернет, вплоть до саундтрека копирует несчастную «Космическую Одиссею-2001». Несчастную, потому что ее интро уже копировали в «Вечных», «Зулендере», «Все везде и сразу», «Футурами», «Симпсонах», «Чарли» и «Шоколадной фабрике», «Сообществе» и еще в двух десятках проектов первой величины. Не то чтобы это проблема, но вряд ли целевая аудитория Барби в принципе в курсе, что такое «Космическая Одиссея» и в чем крутость подобного поворота. Хотя, с другой стороны, это и плюс, ведь зритель каждого возраста найдет в фильме что-то свое. Это, наверное, и есть в целом сильнейшая сторона Барби как фильма. Кто-то будет смотреть на обезумевшего маскулинного берсерка Гослинга, кто-то обращать внимание на гендерные проблемы, а кто-то на графику и костюмы, которые в кои-то веки в Барби находятся на запредельном для современного кинематографа уровне. Ну а неудобные моменты можно пропустить мимо ушей и не особо париться. Ведь, в конце концов, речь не об Оппенгеймере, где, пропустив один диалог трехчасового фильма, можно выпасть из повествования до конца сеанса. Заработала бы Барби свои 337 миллионов за первый уикенд без блестящей промо-компании? С вероятностью 99% нет. И, скорее всего, негативных отзывов от зрителей на фильм было бы в разы больше. Сказать, что успех — это залог труда Греты Гервик и крутого сценария, язык совсем не поворачивается. Барби — это достаточно обычный фильм миллионов на 200 сборов с последующим уходом в небытие. Проект точно не станет хитом на годы вперед и уж точно не ляжет на полку к шоу Трумана, Дню Сурка, Донни Дарка и прочим фильмам, в когорту которых Барби пыталась затесаться. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что итоговый результат не заслужен. Речь изначально о фансервисном фильме. И если с помощью рекламы его удалось сделать популярным у людей, то почему бы, собственно, и нет? Кинематограф не должен состоять из Интерстелларов и Бэтменов против Супермена. Шедевры всегда разбавлены проходниками, ибо иначе фильм на вечер найти было бы невозможно. Тем более, что Барби помогла миру кино точно сказать, что мы наконец-то вышли из эпохи ковида. Слишком уж многие студии обвиняли в провалах своих фильмов кризисы и вирусы. Но фильмы Греты Гервик, Тома Круза и Кристофера Нолана в сумме выдали четвертый по сборам уикенд в истории США. Суммарно за одни выходные только в Америке было собрано 300 миллионов долларов. Такой результат раньше достигался только на премьерах «Войны бесконечности», «Мстители 4» и «Пробуждение сил». В проектах, как вы понимаете, совсем другого калибра. Барби Геймер выдал уикенд, которого история кино еще не знала. А, следовательно, ни о каком кризисе речи идти не может. Кванта Мания, Шазам, Флэш, Подземелья и Драконы, а также другие проекты, провалившиеся в 23-м, могут пенять только на себя и свои рекламные кампании. Иронично, что Барби и Оппен Геймер установили рекорд всего спустя месяц после того, как глава Дисней Боб Айгер пожаловался на усталость публики от блокбастеров. Так что, нравится вам это или нет, фильм Марго Робби и Райана Гослинга уже вписал себя в историю как культурный и финансовый феномен. Щелкнув по лбу, более богатые и авторитетные франшизы. Быть может и у них что-то зашевелится и рекламировать фильмы Марвел начнут не постерами, которые создали нейросети. На этом у нас, пожалуй, все. До новых встреч, друзья!